А теперь смотрите, я сам живой этот, я сам живой, ну вы знаете, все на себе пробую, когда-то моржеванием вылесил не просто бронхит, а еще и смертельную астму, и голодал, и что я только не делал, опыт большой, и сам себе придумал эту самую школу выживания, и выживал, ну такая у меня натура. Так вот, значит, в данном случае пока поговорим про мальчужский орех, и опять про 100 тысяч, которые можно заработать за один сезон. Вот почему? Дело в том, что здесь много зависит от пропаганды. Когда-то это было жуткие времена, председательное хозяйство, как лидер среди, я специально долго говорю, но это важно, лидер среди средств массовой информации, 3 миллиона, это только тираж, а читали десятки миллионов, это было, по рукам ходило, в библиотекам ходило, вот. А нам, к примеру, вдруг однажды, там, китайский лимонник, и такая статья, все, вся страна взбесилась. Колновидная яблоня, там, одни яблоки даже в этих листьях не видно, вся страна взбесилась. Значит, золотой корень, и мы в рюкзаке и в тайгу нашли, в рюкзаке принесли, не знали, что делать. Вот, страна взбесилась. Моральный корень, который, знаете, самое главное, потенция, 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 ну, поняли, о чем речь. Страна взбесилась. А сейчас наступило такое время, когда вот это вот все утонуло вот в этом, и срисовалось уже не те, и все это расползлось, разгрелось. И теперь сказать, что, ребята, давайте быстро-быстро, вот у меня 10 банок с этим самым, сейчас скажу, больше, 15 банок у меня с ланджурскими орехами, так, вот, которые я продать, наверное, так и не смогу. Вот, а дело в том, что каждый этот орех, он фактически будущий, будущее дерево. Оно не замерзает, оно не погибает, процентом схожести 100. Я привожу пример, сейчас поймете почему. И почему я хочу, чтобы вы тоже обзавелись, и вы тоже на этом зарабатывали. Подчеркиваю, и себе на пользу, и чтобы вы еще зарабатывали. Как? У меня, в самый крайний случай, у меня же как, один орех на двоих соседах в манджурске, туда падает половина, а половина ко мне падает. На границе растет, прям по забору. И тогда, а они их не собирали, собирали как? Ну, потом надоело, они кололи-кололи, всю зиму ели, но в какой-то момент надоело. Я смотрю, в последний год, у них на их стороне ведер 15-10 полный, я не знаю, какой у них полный этот. Ну, за 15 ведер, потому что только на их стороне все лежало ковром, закрыто. И они начали всходить. А годом раньше был интересный случай. Она их собрала в ведро, а потом ведро забыла, оно так простояло. Ведро с сухими орехами, ну, накрытое снегом, просто стояло в саду. Весной она мне показывает. Вот так вот, видимо, все орехи, раз, и с... Ну, может, они уже не сухие были, туда снег падал. Они все дружно взошли, не будучи посаженными. Вот даже так вот, настолько они живучи. Вот, и тогда, значит, я поставил эксперимент, как, и чуть-чуть расширяю. Я пишу, сколько можно кормить аптеки. Вот сколько можно. И я тогда взял, помните, я рассказывал про манджурский абрикос, который спасает от онкологии. Говорил? Говорил. Вот, дальше, значит, про черную рябину, которая снижает давление. Говорил? Говорил. Дальше, значит, еще несколько таких ценнейших вещей. У меня память плохая, я, бывает, тут же и забываю. И тогда я зацикался на манджурском орехе. Значит, сахар я начинал от 10-11. Вот. У меня постоянный прибор вот он. Я ничего не обманываю. Вот. Последний сахар 6-6-6-5. Так. И, причем я очень люблю сладкое, и не могу от него отказаться, говорю. Тогда что я приду? Только без сахара мед. Мед все-таки пользу приносит, хотя тоже же это сахар. Мед – это тоже сахар. И тогда получается, что я успокоился, понял, что я не могу отказаться от сладкого. И тогда я придумал такую хитрую хитрость. У меня всегда, всегда чай настойный. Для этого полезный совет, надеюсь. Для того, чтобы… Ну, то есть я лечиться отказываюсь, вот, по врачам не хожу, категорически. Если что не так, обычно сердце перележу. Вот. Но сердце не вылечит, это насос. Это насос, это мышца. Вот. А все остальное вылечить можно. Вот. Например, беру большой заварочный чайник, вот такой вот. Обычного туда, этого чая, сыплю обычного, ну, для цвета. Потом брусники туда, штук 10, штук 5, черноплодные рябины этих самых ягодок. Дальше, 5-6 листиков орехов, 2-3 листика китайского лимонника. Так. Просто для вкуса, и у меня еще есть это, замороженная вишня и чересня. Просто плотики. Тоже туда. Вот. Ну, наверное, в них тоже что-то есть полезное, да, от вишни, согласитесь. И на ночь ставлю рядом с собой вот такой вот, потому что ночью все равно 20 раз пить хочется. Почему хочется пить? И у многих это самое. Геморит, рот открыт всегда. И как у собаки повышенная, повышенная, как это называется? Ну, испарение. Из языка, из горта они повышенные. Ну, раз рот свое время открыт. И понятно, пить хочется всегда. И получается, что я за сутки выпиваю литр-два настоянного. Видите, тут разного нет. Вот в одну сакану, а в другом. Вот. В кружке. И тогда получается. И слежу за сахаром. Ну, уже давно у меня не было такого. Много лет. Случайно. Не знаю. Восемь, потом семь-пятьсот, то есть потом семь, потом семь-один, потом это. И вот так они сейчас. Поможете ли это? Не знаю. Я к чему обращаюсь. Ребята, это, чтобы он заплодоносил, это не скоро. Это, наверное, лет десять. Я точно не проверял. Я не помню, сколько лет. Сорок лет назад мы с соседом посадили его. Вот. Понятно, что он последние 30 лет плодоносил. А возьмем вот такой вот, да? И на второй, третий год, а у него растут мышцы, листья можно употреблять для лечения, если не в чистом виде диабета. Наверное, есть тяжелые формы. А для таких у нас, будущих диабетчиков, таких, которые на границе, тут и ходят в море. И вот тогда и вот эти самые я решился взять и прочитать целиком, чтобы не кормить аптеки, вот эту вот статью целиком. Пусть сегодня, второй час, будет посвящен Маджурскому ореху. Я много рассказывал, но здесь я когда-то написал статью. Она не пригодилась. Ее отказались печатать. Ну, уже все, время ушло, когда меня на это... Я шел на разрыв. Вот, тогда газеты считали за частью записаться. А здесь теперь так. Читаю медленно, надеюсь, находчиво. Олег Маджурский в моем саду. Принято считать, что Олег Маджурский изгой имеет три недостатка. Огромный рост, это правда. Кстати, разве это недостаток? Слушайте дальше. Особый запах листьев вот отпугивает насекомых опылителей для других плодовых растений. Не уверен. Третье. Ядро составляет 20% общей массы ореха со скорлупой. Тогда как у Грецкого 40-50%. Все в два с половиной раза. Толстая и крепкая скорлупа Маджурского ореха сильно затрудняет извлечение из него ядра. Ну, что есть, то есть. И что, сейчас научимся. Почему я решу все это подробно? В моем же саду Олег Маджурский образует. Почему я все это вам рассказываю? Не верю ничему. Треугольник с соседями. Супер урожайными грушами 40 и нарядные Фимова с расстоянием 5 метров треугольник. Причем именно эти две груши являются лекарственными по урожайности на 30 метров. Я хотел написать до 40. Скажут, вот заливает. На самом деле до 40. На фото ниже он прячется за высокоростной грушей сварок справа. Вот он там. Верхний правый угол. Видите? Причем, если бы вы видели сейчас, он с каждым годом клонится и клонится и клонится в сторону вот этих груш. А я вам показывал. Вы же теперь видели. Ладно, идем дальше. Это груша нарядная Фимова между Орехом и Журском и грушей те же 5 метров. Те же 5 метров. Кроны у них сомкнулись. А теперь смотрим. Помешало это опылению? Ну? Помешало? Полюбовались? Да. Отвлекаюсь. Под этими. Извините, не отвлекаюсь, я возвращаюсь. Вот здесь у меня между ними две ямы с бытовыми отходами. И мне кажется, что только именно этим ямам, благодаря подошу. Больше у меня и других полно груш. Вот. Больше ни одна из них на такой высоты, как эти две, не поднялась. А это многолетняя пищевая кладовая. Кладовая. Это те ямы, они потом были засыпаны. И там под землей кладовка, которая привела к гигантскому росту. И не только к гигантскому росту, а и к гигантскому кладоношению. А у сваруга еще больше, кстати. Вот. На фото ниже внешний вид плодов. Итак, полюбовались. Урожай это было на момент, когда я делал статью. Урожай из 37-летнего дерева до 15-7 ветра. Это был 38-40 еще в два раза больше урожай. Так вот. Я взял и сделал вот эту фотографию. Просто чтобы вы видели, как они выглядят. Вот. И там будет интересно поучительное письмо сейчас увидите. Вот. Дальше я специально. Я никогда не чураюсь умных людей, которые попадаются и среди ученых. Манжурский орех. Один из видов грецкого ореха, который представляет собой кустарник или дерево. Манжурский орех обладает богатым витамином состава. Внимание несет пользу для организма. Из-за этого используется в народной медицине косметологии. Но это общие слова. Ладно? Вот. Их также можно сорвать в период молочной мозговой зрелости и делать лечебные соки отвары. Это вот когда вот так. Соки отвары. Вот. Обладает невероятными свойствами и применяется для избавления от различных болезней. Пищевая ценность, конечно, интересная сухие цепки. По вкусу он кажется похожим на греческий орех. Но значительно жирнее его. Поэтому при употреблении в неограничительное количество может привести вред организму. Вот. То есть если допустим кто-то выписал 100 штук и за 2 дня съел он может еще и отравиться. Или там за неделю. Вот. Я ограничиваюсь 2 орешка а утром 2 вечера. Вот. Я это это самое уже ну как бы сказать и я к нему адаптировался. Дальше. Еще один источник. Пользование организма. Благодаря витаминному составу дальневосточный продукт помогает благоприятного издействия на организм. Минеральные компоненты снимают симптомы многих заболеваний. Вот это вот важно. Заменяют мекоментозные средства. Вот. Преотращают в следующее проявление патологии. Вот. Ну а дальше смотрите. Листья косточки что дают? Снимает болевой синдром. Противовоспалительные свойства. Грибковое поражение. Антибактериальное действие на открытые раны порез. Расширяется сусон. Несет пользу для работы сердца. Улучшает работу желудка. Выводится организм от токсина. Укрепляет иммунитет человека в зимний период. Преотращает появление витаминоза. То есть зимой ешь, и он заменяет фрукты, овощи. Улучшает состояние кожи. Наполняет влагой. Это для девушек. Молодящих, сирочек. Препятствует старению. восстанавливает структуру волос. Где я раньше был. Убирает сечение и тусклость. Придает локонам здоровый блеск. Оказывает профилактическое свойство. Одно онкологическое заболевание. Я этого не знал. Я буквально недавно, я уже вам это, как я сказать, уши прожужжал про мальчужские абрикосы, правда, без особого этого. я высылал для этого уже довольно уже может быть даже поздно. Для продавки никто не покупает. Банджурский орех. А, ну вот получается, что я этого не знал, честно. И продавал им саженцы, продавал им косточки. А этого не знал. Банджурский орех оказывается общего креплениящего здесь. А вот это да, у меня первый раз, когда я съел несколько орехов, я потом, я не знал, что-то со мной, а потом, видимо, привыкаешь к этому. Потому что первые два-три дня я не мог спать, мне куда-то хватать. Я сплю, думаю, где скорее проснуться, скорее утро, скорее лопату. А это было первые дни. Я так поразился этому. Вот. Эх, у меня тут это маленькая которая называет этим клопом или как. Хотел, я их спасаю всегда. Нет, убежал. Хотел выкинуть в окошко, но не удалось, ладно. улучшает настроение. Про настроение что-то не помню, может улучшает. Так, теперь смотрите. Раз мы железо распространяем по России орехи саженцы. Кстати, потом вдруг не дойдут, не дойдут до этого. Моя племянница Бельникова Юлия Сергеевна она в том числе у нее еще есть парочка буквально маджурских орехов саженцев. Есть буквально парочка шелковиц, парочка примерно парочка живолистей, парочка чего-то еще. наверное наверное крижоватик. Итак, мы получаем такие письма. Валерий Константинович, я как-то не интересовался выжасским орехом, поскольку у нас выбор ядно есть, но у них практически полностью отсутствует ядро. И можно наковырять иголкой не более есть там не тему. но у меня возникло подозрение, маджур сумеет нутри видовать ничего. Видите, как люди извлекают ведро, оно там есть. Не могли бы мы подробнее описать свои орехи либо на вебинаре, либо письме с фотками. Если там все-таки можно что-либо наковырять, тогда было бы интереснее для меня, для других учеников. Вот такой письмо я получил. Теперь значит это была старая переписка, поэтому тут было письмо там вставлено, ладно. Теперь один из моих друзей взял и посоветовал мне, а значит вам всем, для вас всех, как извлекать ядро. мне это все понравилось. Итак, берется обыкновенная полена, из которого делали этого самого буратино, в центре небольшое углубление, вот, и разбивается аккуратно, так, и получается вот такое вот. Ну, я сравнивал, я, наверное, сниму фильм, я штук 10 своих разобил, покажу вам, какое, насколько он внутри сочный и мясистый, то есть, да, если это 20% против 40% грецкого, или 50% грецкого, то я считаю это находка, то есть, я своим, своими орехами горжусь, их можно есть в достаточном количестве и лечиться при этом, не просто есть, вот, видите, этот мой друг, колка грецкого ореха и так далее, вот, пожалуйста, а я снял с экрана, и тогда получается, что в следующий момент, значит, вспоминаем петоциды, вспоминаем, что вот, если и убивает, то почему-то или отгоняет, то зловредных насекомых, и тогда берется кровать, ставится сюда, видите, допустим, и политическое здоровье, давайте теперь доказательство этого, главное, я всегда подчеркиваю, деревья должны не быть искалечены, во всей стране, все это сегодня, вчера, 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 вот, не удержусь, ну, не удержусь, это, для меня это дикость, дикая, а, я сюда не перенес, в общем, опять дерево, и режет, обрезка на кольцо, обрезка на кольцо, и повторяет обрезка на кольцо, обрезка, изувечивше дерево, вот, пожалуйста, вот экран, вот опять, вот этот, этот самый, популярный, эти, теле, этот, телеканал, усадьба, опять изувечили, ну, им-то хорошо, они за это деньги получат, но люди рискуя в жизни, должны все это повторять, причем, настолько дико, ну, я там с экрана, несколько фотографий сделал, но отвлекаться уже не буду, а то совсем никогда не закончим, давайте возвращаемся, итак, правильная обрезка, изувеченное дерево, это больные плоды, и, вообще больные, если дерево искалечено, разве можно под ним ставить кровать, поняли идею, тогда я набрал слова фитонциды, образуемые растениями, биологически активные вещества, убивающие, подавляющие рост развития, бактерий микроскопических простейших, играющие одну из основных ролей, в иммунитете растений и аллелопатии, читаем дальше, вот, нет, сокращу, ну и так далее, вот так, сокращу, да, вот это свежий снимок, вот это вот, мои дети, вот снимок, вот это, Тимошка с другом, это не собирают, это они собрали, вот, видите, да, теперь, мы, тему, Манжурского ореха, еще не закрыли, опять, то, чего я не знал, листья Манжурского ореха обладают богатым набором эфирных масель, фитонцидов, алкалоидов, о, это мне слово нравится, и других полезных веществ, поэтому, да, вот сейчас, при слове других вещественных веществ, алкалоидов, вот это вот, смотрите, есть алкалоиды, допустим, в чистом виде, есть общее слово, общее, оно касается всех плодов, глю-ко-за, больше мы с вами это слово расшифровали, так вот, почему птицы, насекомые, и животные, и люди любят сладкие плоды, потому что, помните, там было, это и есть сахара, то есть, а зачем сахар в организме, у птиц, у насекомых, у животных, у людей, он превращается в алкалоиды, понимаете, об этом стараются не упоминать, вспоминают про калорийность, вспоминают то, что часть этой энергии при расщеплении идёт на поддержание температуры тела, она всегда высокая, по сравнению с температурой крови среды, она почти всегда, это редкий, горкий день, сравнивается, так вот, получается следующее, ради этих алкалоидов, мы и жвери, и птицы едим, чем слаще, тем лучше мы едим, и поэтому мы все участвуем, и птицы, и жвери, мы участвуем в селекции, и это нормальная, естественно, селекция, мы не в закрытом ордене, мы не знаем, что там они делают, в этих самых, в усах хотя бы учат, а в них я не знаю, что они делают, и получается, что мы все потребляем лучшие фрукты, а потом, ой, а у меня что-то выросло, и пошло, так вот, ещё раз говорю, всё это ради алкалоидов, алкалоиды, это по большей части попадает, когда мозг вот сюда, и делает эйфорию, то есть мы становимся добрыми, нежными, нежными, поняли, вы поняли, для чего нам нужно это, не отравленное, а вот это всё, к чему я клоню, добрыми, нежными, вот, мы, добродушными, нет, не то слово, добродушными, добрая душа, поняли, это когда мы наедимся, и когда начинается, ну, алкалоиды в чистом виде, или до этого, значит, сахара в виде глюкозы, так попадают в желудочно-кишечный тракт, который выполняет роль, только не держите, не падайте, я знаю, что говорю, я никогда не говорю с кондачка, желудочно-кишечный тракт играет роль, самогодного аппарата, он перерабатывает глюкозу в алкалоиды, точка, поэтому мы добрые, добродушные, и прочее, напиться до состояния пинения не получается, а до хорошего состояния не получается, так вот, листья мазурского ореха, в том числе, еще и алкалоиды производят, вот, вот чего не знал, того не знал, вот готовился, получается так, я что, для вас рассказываю, я сам себя убеждаю, при их растирании появляется сильный характерный запах, ну да, фитонциды, которые выделяют, отгоняют комаров и прочих насекомых, вредители практически не беспокоят растения, а само оно служит надежным защитником, под крови сосущих насекомых, при оформлении зоны отдыха, поверьте, я не знал, когда я говорил, что надо организовать специальную санаторию, это я сам дошел, и вдруг я, пожалуйста, читаю, зону отдыха, она присоединяется, то есть у вас, то есть вот здесь вот, вот они собирают обморожевские орехи, вот здесь поставил кровать, в хорошую погоду, валяйся, и, еще чего я никогда не говорил, удивлен, страшно, в этом году феномен случился, я догадываюсь почему, но он случился, в этом году, вы знаете, что такое, эти самые, кровососущие носковые, правильно, прежде всего, это комары, в этом году комаров не было вообще, по крайней мере, на его участке, раньше попробовал взять косу, и пока ты косишь траву, они тебя сосут, вот, значит, как, а сейчас их просто не было, вообще в этом году, я догадываюсь, их, их это, население комаров было подорвано, концентрация прошлогодняя огромная, невероятная засуха, это, не сомневаюсь, но был удивлен, что не восстановились, комаров не было, но, это, еще раз, если, банджурский орех, и отгоняет этих людей, видите, вот вредители, то, самое главное, похоже, что он не отгоняет, пчел, он не отгоняет пчел, потому, что, этого не может быть, но, это факт, многолетний, я наблюдаю, ладно, банджурскому ореху, 40 лет, а этим за 30, 32, 35, вот этим вот грушам, вы представляете, ничего им не делать, как случилось, что, это, забраковали банджурский орех, и после всего этого, я вам предлагаю, выписывать, хотя бы по десятку, косточек, представляете, за 300 рублей, целая ореха в России, будет сходить, практически 100%, их садить не надо, они тут, они тут сами сходят, вот здесь вот, вот, когда я не убирал, раньше, ну, раньше, я и сам не знал, чем я с ними делал, торгашем я позже стал, вот, так вот, они тут с ковром сходили, вот столько я сказал, а может, сейчас все сказал, сейчас посмотрим, вот, ну, это мои даты, а вдруг, правда, десяток выпишите, за 300 рублей, сажаться, 500, 700 рублей, стоит, вот, вот, они, это последнее, по-моему, буквально парочка есть в этой, ооо, но это надо списаться с ней, 8, нет, на память не помню, ниже будет, вот, ну, и, допустим, я полчаса посвятил, мультурским орехам, они того стоят, это бесценное сокровище, недооцененное, потому что кто-то, когда-то, тот писатель, тогда-то здорово сказал, а то их, иначе у вас ничего не будет, вот, так вот, я еще объявляю все это еще, у меня, есть опыт с Афроном, когда-то мы вдвоем, провели такое мероприятие, у него уже было несколько тысяч, подписчиков, он раньше начал, в лесе не было ничего, и тогда, а я уже собрал, семинар, они бесценные, у меня пошли выражают, такие, что, я и хотел, не хотел, они, все ковром, абрикосы, сливы, и ковром, вот, и тогда, я говорю, значит, Сафродову, я вас, очень прошу, Антон Валерьевич, разместите среди своих, вот этот, каталог, вот, разместил, а там не было, одной строчкой, очень важной, пришло, за три дня, больше двухсот заказов, ну, а помните, как это было, кто помнит те времена, мне три косточки абрикоса, две косточки, сливы такой, восемь косточек, вишни, вот, четыре косточки таких, и таких заказов было, больше двухсот, ну, в целом, были, довольно солидные, тоже заказы, я схватился за голову, давай, это, сейчас у меня, все заранее напасовано, девчонки заработали, дети пасуют, зарабатывают деньги, все напасовано, сейчас легко собрать, а тогда ночами не спал, собираю 10 посылок, это те, кто прислал деньги, потом еще 10, через неделю смотрю, я еще не собрал 100 штук, а остальные просто взяли, и раздумали, то есть, я тогда понял, или сразу, вот сейчас я красиво рассказал, лучше уже рассказать невозможно, вот, и 300 рублей, потому что за 300 рублей, можно бутылководка купить, но опасно, вот догадываюсь, почему опасно, то есть дороже 300 рублей, а на десяток орехов потратить, эти 300 рублей, я не знаю, но или сейчас вы закажете, я специально говорю, это делается так, вот, десяток это 300 рублей, пересылка, 300 рублей, это будет больше, чем заказа, пусть будет 600, вот, присылайте мне 600 рублей, вот, лучше по WhatsApp, по фамилии, по отчеству, адрес, телефон, вот, а мой этот, при, при, я почему сейчас объясню, почему я так тороплюсь, а мой телефон, привезен к карте Сбербанка, то есть 600, 600, 600, можно не обязательно 600, 300 плюс 300, можно два десятка заказать, три, можно, учитывая их высокую стоимость, не так, высокую, необходимость пустой России, много вы видели, вот, пожалуйста, да, мажорский орех, абсолютно негодный, иголкой выковыривала, этого, помните, вот сейчас только диктовал, это, цитировал письмо, то есть он еще должен быть полноценный, как у меня, подчеркиваю, как у меня, и тогда, можно заказать два десятка, три, можно заказать, 100 штук, можно превратить их в саженцы, и столько саженцев, что в идеале можно выросить их в 100 тысяч, ну пусть 50 тысяч, вот и все, это так легко делается, а почему сразу, а я уже так делал, я вот так же красиво рассказывал про манджурский абрикос, помните, 100 тысяч заработать, ну один человек пришел, заказ на 100 рублей, ой, на 100 штук, ну а вот рассказывал, вообще, душа нараспашку, один заказ на 100 штук, все, манджурский орех, абрикоса, и здесь будет то же самое, надо продолжать вебинар, ничего даром не бывает, вот что я делал, поэтому еще раз, вот, даже из этих десяток, это 300 рублей, пересылка 300, а еще же мне кто-то помогает, заплатить надо, а еще, это самое, картонные, этот, стандартные, почтовые надо, а еще, пластиковые, специальные, сверху, вторая, вторая, тоже надо, я почти ничего не зарабатываю, учтите, а вы можете стать монополистом, или хотя бы вырастить у себя вот такое чудо, еще плодоносить не будет, еще не будет, а вы уже будете кости греть тут на солнышке, вот, поставите кресло, кровать, что угодно, вот, будете настои делать, как я делаю, я все только рассказал про настои, и пожалуйста, смотрим дальше, в случае согласия еще подарки, вот, ну это если кто-то закажет это, уже, не десяток, а хотя бы там два-три десятка, чтобы это все, иначе вообще минусы, так, теперь, карточка Сбербанка, и говорит, кто сейчас не закажет, не закажет никогда, когда мы тогда 80 или 100 заказов выполнили с Сафроном, да, а за это время больше 100 человек просто раздумали, заказы сделали, вот такие списки присылали, а когда ответ был, присылайте деньги, тишина, и навсегда тишина, и может быть, они потеряли в 100 раз больше, чем я, я потерял, допустим, 500 рублей, 1000 рублей, а они потеряли здоровье, вот я не зря же все это пропагандирую, что-то, все это пропагандирую, Продолжение следует...